Поэтому мы не знаем, что нам делать сейчас, куда мы с Артемом сможем уйти. Мать с сыном ютятся в 22 метрах почти 15 лет, пять из которых Артем инвалид. Таким стал после аварии. Жилье аварийное и его надо покинуть. В конце прошлого года Нине пришлось подписать соглашение с мэрией на получение компенсации на приобретение жилья. Она составила миллион 140 тысяч, а приличная однокомнатная квартира сейчас стоит не меньше двух миллионов. Если бы я хотя бы работала и могла какую-то ипотеку взять, да, согласна. Я ничего не хочу от государства поиметь, как говорится, бесплатно дать мне. Если бы у меня была возможность, я бы это сделала сама. Но я не работаю. Я 24 на 7 сына. По закону Артему, как инвалиду положено жилье, но только в том случае, если семья будет признана малоимущей. Когда подавали документы, на Артеме числилась часть дома и земельного участка в Родинском районе и автомобиль. Так что малоимущими их не признали. В случае, если у семьи заявителя изменились основания, послужившие основанием для отказа им в признании малоимущими, они вправе повторно обратиться с заявлением и документами для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях среди малоимущих граждан. Со слов матери Артема, часть дома и автомобиль давно проданы, а средства пошли на реабилитацию парня. За советом мы обратились к юристу. Цена квадратного метра на жилое помещение выросла и довольно в разы, то есть где-то даже в два раза. Поэтому, естественно, эту сумму приобрести помещение равноценное по площади люди практически не смогут. В данной ситуации сейчас я бы рекомендовал данной семье обратиться в прокуратуру города Барнаула с заявлением, чтобы подали исковое заявление, провели проверку и выступили в их интересах. Я не имею права по закону купить вместо 22 20 квадратов, 17 квадратов, потому что я не имею права лишить инвалида никакого, ни одного, даже полквадрата. К слову, Нина к кому только не обращалась. Ответ один – все по закону. Был еще вариант переехать за пределы Барнаула, но его женщина даже не рассматривает. Артему нужно всегда быть рядом с врачебной помощью, которая доступна лишь в городе. Нина все еще надеется поднять сына, чтобы он сам обслуживал себя. Но как это сделать, когда нет уверенности даже в том, где они с Артемом будут жить после того, как дом снесут? Кстати, это уже ближайшее будущее. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.